Как по мне, искусство должно создавать логическую картину мира, логическое отображение вещей. Искусство пророждает метафизику. Искусство — это новаторство, которое рождает новые чувства, эмоции, вещи, вообще созерцание в целом. Я смотрю на это так, что любой предмет, от кассерной банки до простой машины, может стать предметом искусства, может переродиться в сознание человека. Из предмета первой необходимости стать предметом искусства, оно может реально поменять сознание человека в иное русло. Но, к сожалению, не все так просто. Я считаю, что с приходом искусства должен рождаться и новый человек, новое видение вещей и проблем, новая концепция мира, которая должна уложиться на холсте или же в каком-либо другом деле. Искусство пресмыкается перед временными отрезками. Точнее, не пресмыкается, она стоит вне их. Стоит вне временной концепции. Холст может стать чем угодно даже человеческое тело. Человеческое тело есть не лучших холстов. Неграничная свобода. Воля. Искусство – это как средство от болезни. Уход, найти себя и вообще познать себя в целом. Как и говорилось ранее, чтение каких-либо маргинальных поэзий, литературы не может сделать человека более жестче или сподвигать его на какое-то злодеяние. Но оно лишь может дать человеку задуматься в правильном ключе. И если человек достаточно мыслящий, он никогда не совершит злодеяние по воле, не по своей воле. Он это сделает лишь по благу удовольствия, по благу искусства. Вообще, без искусства можно и в правду применить как в синонии свободы. Неважно где, неважно как, ты все равно сможешь создавать. Акционизм, как будто тебе наблюдщик, переносит. Такой вот прямой контекст, прямой контекст проблемы. И говорят, вот разбирайся с ним. Вот мы с ним столкнулись. Такое я не поддерживаю. Все-таки у любой свободы должна быть загадка. К каждому предмету искусства нужно идти. Нужно идти думать, мыслить. Мысленно перебарывать себя. Ломать себя, убивать. Но при этом по-настоящему сердце, по-настоящему понимать, к чему ты стремишься. А ведь ты стремишься к главной задачей человечества. Опознание истины. И на самом деле форма познания истины через искусство не есть самая, такая самая долгая. Это одна из самых выгодных. Ведь в нашем мире таковых работ нет. И знаете, вот что самое интересное? То, что искусство единственный феномен в нашей вселенной, который не подвластен к вечному возвращению. К вечному возвращению подвластны предметы живописи, предметы кино, предметы литературы. Но новаторское искусство избегает этого. Оно идет дальше. Оно никогда не останавливается. Возможно, искусство в один день остановится. Это случится лишь тогда, когда люди найдут объективный рамк. Вы можете подумать о том, что как может существовать искусство, если в нем нет рамок. А рамки-то есть. А чтобы проследить эти рамки, они будут постараться. Ведь они исходят индивидуально. Тебе просто должно быть. Твоя рамка в голове появится лишь тогда, когда искусство тебя к настоящему принесет удалось. Принесет великое утешение. Несоизмеримое ни с чем. Я считаю, что художник, несмотря на какое он ни был, режиссер, поэт, писатель и так далее, это создатель новой перспективы, нового взгляда на жизнь. За ним находится высшая цель человечества – познать себя, познать истины. Перепробовать каждую перспективу ради высшей цели, ради нахождения истины в форме художественного произведения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова